Всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами снова Зарбабай и я представляю вам прохождение игрушки под названием Полис Тактикс Империо пока это будет пробная с вами версия если игра вам понравится и вы захотите дальше видеть продолжение этой игры на моем канале то обязательно пишите об этом в комментариях ставьте свои лайки чтобы я знал что игра вам понравилась и мы будем ее проходить полноценно пока как я уже сказал это будет пробная с вами версия первая так сказать серия на вкус на цвет что она себя представляет это стратегия симулятор играть мы будем с вами за шефа полиции отца которого убили мафиози мафиана под названием Империо мы с вами будем паралит полицейским участком будем расследовать всякие убийства детективы криминалисты патрули в общем все что есть в полиции все у нас как по словам разработчиков должно быть здесь так что давайте начинать новая игра поехали итак с давайте мы выберем германию америку уже наверно все посмотрели а вот не хочет посмотреть именно на германию сложность нормальная поехали 20 лет назад криминальная организация империя попыталась захватить контроль над городом и ей это почти удалось полиции понадобились годы чтобы очистить город от этого чудовища но главарь организации так и не был пойман несмотря на уничтожение преступного синдиката мы все равно опасались что он вылез из могилы как зомби в дрянном фильме ужасов последовавший за этим убийство инспектора Джона Крофта возглавлявшего операцию против империи разожгло эти опасения еще больше Крофта нашли мертвых на окраине города два дня спустя после завершающего удара по синдикату но связать два эти события не удалось почти все бандиты были арестованы или бежали из города последние 16 лет горожане жили в относительной безопасности да организованная преступность вернулась в город но до мощи империю ей было далеко время от времени возникали слухи о возрождении империи обычно это было связано с крупными нераскрытыми делами в части беспокойство было необоснованным до дня благотворительного приема в поддержку в ПОП фонда против организованной преступности они живут в безопасности в более обычной городе организованной преступности вернулся на меньшем уровне но никого не так опасно как империю периодически румяры произошли что империю снова активно обычно после каких-то капитальных преступлений осталось не решено fortunately, эти вопросы были не созданы до дня этого банкротства в поддержке АОС и поприветствую мэра Петерсона спасибо комиссарис я очень рад что так много людей поддержали недавно основанный фонд ПОП с вашей поддержкой и финансированием мы сможем бороться с организованной преступностью гораздо эффективнее те из вас кто помнит что было с городом при империю почти 20 лет назад знают насколько небезопасно было жить здесь но все изменилось кто-нибудь вызвали скорую о боже это настоящая трагедия похоже комиссара полиции Риза застрелили при попытке защитить мэра Петерсона ПАЛИСТАКТИКС ИМПЕРИО отец нового комиссара Харви Крофта Джон Крофт был убит 20 лет назад сразу после уничтожения империю после трагедии случившейся на недавнем приеме в ПОП когда комиссар Риз закрыл собой мэра Петерсона и был убит мистер Крофт я очень рад что вы с нами с учетом обстоятельства это должно быть непросто да прошло уже много лет вы понимаете о чем я позвольте представить вам исполняющего обязанности комиссара мистеру Деккеру он ведет вас в курс дела приятно познакомиться и позвольте мне сказать что я очень уважал вашего отца и то что он делал для нашего города мы были напарниками мне до сих пор его не хватает спасибо сэр без него победить империю будет не так просто мы 15 лет наслаждались спокойствием но в последние месяцы все изменилось уровень преступности повысился многие жители решили покинуть город в ПОП должен был стать первым шагом к установлению мира а теперь все еще хуже полицейские увольняются в некоторые районы патрули не заглядывали уже несколько недель нам нужно немедленно восстановить контроль над ситуацией ваша работа и достижения в других городах поразитель ваш отец гордился бы вами еще раз спасибо сэр за тепл прием тогда нам нужно приступать немедленно это точно хватит болтать не буду больше тратить ваше время вас ждут в департаменте обратитесь к детективу Смиту он ведет вас курс дела счастливо мистер Крофт мы рассчитываем на вас ну наконец-то я вас ждал прошу прощения за спешку мистер Крофт последние дни были адом для меня и для тех офицеров что остались хорошо что вы здесь не нужно извиняться комиссар дюкар обрисовал ситуацию тогда приступим надеюсь мир уже вел вас курс дела последние две недели уровень преступности резко вырос такое чувство что все преступники решили обрушиться на нас разом даже не верил что все может стать еще хуже но вот у нас не хватает людей и оборудования уже несколько лет наш бюджет урезается в любом случае нужно взять ситуацию под контроль сегодня довольно тихо по сравнению с тем что творилось здесь в последнее время мне нужно срочно выйти из кабинета пойдемте я все покажу окей пойдем покажешь мистер Крофт это дюкар смит покажет вам центральный район наш департамент расположен среди магазинов баров клубов и кинотеатров из-за близости полиции уровень преступности у нас низкий был низким конечно случаются ночные драки главным образом между пьянчугами не так давно наше внимание привлек парень по имени Тони Верона он конечно мелкая рыбешка но в центральном пруду крупнее не водится он специализируется на подкупах грабежах и угрозах бизнесменов мы зовем его итальянским маклером пока нам не удалось доказать его причастности к чему-либо серьезному именно поэтому вы здесь может вы соберете доказательство его вины ну почему нет давай что поехали во ну в общем я записывал первый раз немножко смотрел в Америке и я вам скажу город не изменился изменились только форма полицейских и машина вот и все полицейских больше никаких изменений нет ладно поехали добро пожаловать в Полис Тактикс я здесь чтобы познакомить вас с основами игры если мы светы вам не нужны нажмите кнопку Х в правом верхнем углу окна чтобы пропустить обучение если запутаетесь также нажмите кнопку перейти чтобы перейти к обучению чтобы продолжить нажмите кнопку далее Ну поехали так ну это у нас передвижение камеры влево вправо Повороты Вверх-вниз Так, ну с помощью shift или просто Зажатие мышки выделяем полицейских Так, делаем Ctrl-1 Запись Вот, бездействующие единицы и группы Вот у нас, пожалуйста, первая группа номер один Так, окей, это все понятно Нажимаем кнопочку далее Так, сесть в машину, нажимаем правую Отличненько Так, я предлагаю нам именно машину На Ctrl-1 Все-таки это лучше всего Так, время от времени в городе совершаются преступления Этого не избежать Преступление снижает уровень безопасности в районе Чем выше уровень безопасности, тем больше доход И расположение городского совета Уровень безопасности можно просмотреть В стратегическом режиме Ну, пошли Как видите, теперь здания В районе окрашены в цвета Указывающие на их уровень безопасности Зеленым обозначается высокий уровень безопасности Ну, а красный, соответственно, низкий Чтобы завоевать доверие граждан Нужно быть у них на виду Для этого организуйте патрулирование города Патрули повышают уровень безопасности В непосредственной близости от себя Нажмите выделенную кнопку Левая кнопка мыши Чтобы выйти из стратегического режима Ну, окей Так, каждому патрулю требуется маршрут Маршруты патрулей можно просматривать И задавать на панели патрулей В нижнем левом углу экрана Окей Так, снова в этом карте Давайте создадим маршрут Мы можем менять маршрут Создавать тип маршрута То есть пешком на машине Либо на вертолете Точки Здесь добавить точку Здесь у нас завершить редактирование В принципе, не так уж и сложно Пока нам доступно только на машине Но это пока что обучение Ну что, поехали Значит, первая точка Начинают ребятки у нас отсюда Я предлагаю нам сделать Пока маршрут Прям вот Вдоль вот этого вот всего района Зелененького Отличненько Сюда Сюда Давай, наверное, вот сюда Раз пока это Наш более-менее район В другие районы пока не заходим Ну что там Право, чтобы закончить Отлично Все понятно? Все понятно Так, отличная работа Маршрут готов И по нему можно направить патрульную машину Для этого выберите машину И выберите команду На панели выделения Чтобы пустить патруль по маршруту Нужно выбрать подразделение Соответствующего типа Это значит, что на маршрут На машине можно назначить Только машины То же самое справедливо Для пеших полицейских И вертолетов Окей Так, выбрать полицейскую машину Ой, тихо-тихо-тихо-тихо Подожди Так, давай сначала вернемся В обычную карту Найдем нашу полицейскую машину Во И вот таким образом Выбираем патруль Все Поехало Отлично Теперь машина движется По заданному вами маршруту Чтобы просмотреть маршруты Не переходя в стратегический режим Нажмите выделенную кнопку Она активирует Видимость маршрутов Ага То есть, что видно Что не видно Понятно Все понятно Я скоро вернусь Нужно решить пару вопросов Пока меня нет Постарайтесь освоиться С управлением игрой И подчиненными Все тоже понятненько Давайте пока понаблюдаем За машинкой Так, что у нас Средний уровень безопасности Поступил вызов В районе совершенного преступления Когда это происходит На экране появляется Новый значок Указывающий на место преступления И ряд подробностей Да? Где? Давай посмотрим Ага Желтый контур Указывает на количество времени Прошедшее Сбегство Злоумышленников С места преступления На тип преступления Указывает значок В центре Вверху Обозначен уровень Мастерства преступника Подожди А что это такое? Значок Бля Я только не понимаю Что это означает Этот значок То ли он Таблетосы какие-то продает То ли что Так Дальше Поехали Как видите Преступники Еще на свободе А значит Полиции Нужно вмешаться До того Как они смогут бежать Взгляните на значок Преступления Еще раз Вы увидите Силы преступников И силы противостоящих Им сотрудников полиции Прямо сейчас Никто из стражей Порядков Не выступил Против них Поэтому второй Показатель Равен нулю А ну это вот этот Получилось 12 и 0 Ну а есть у меня Ну а есть у меня Значит Мои полицейские Да Так Наведите указатель Мыши на выбранного Сотрудника Так Подожди Что то мне кажется Что то мне кажется Они тут не справляются Минус Минус 6 Сильные подразделения На задержание преступников Блин База упала Ты смотри Хватит разговоров Найдите полицейские Выберите их Отправьте на задержание Ну поехали Где моя машинка Ну-ка процесс задержания Посмотрим Ой далеко то ехать Вообще Офигеть О О О Пошло задержание О Они дерутся Нифига Смотри На На Палками ее убить Во Поймали Ты куда Так Злоумышленники Задержаны Когда преступники Сдаются Ваш сотрудник Автоматически Арестовывает его И отправляют За решетку Помните В некоторых случаях Преступники Не станут сдаваться Или даже Попытаются бежать Решая проблемы На улицах Вы также получаете Очки репутации В конце каждого дня Переходящего в деньги Ага Тут у нас вот это Получается Да Ладно Понятно Один из ваших Подчиненных Набрал достаточно Опыта для повышения При повышении Вы можете использовать Одну очко навыков Для повышения Одного и шести Ключевых навыков Сотрудника Доступные очки навыков Можно посмотреть На панели персонала Откройте панель персонала Так Ну давайте сначала Мы отправим машину На патрулирование Дальше Во И пока откроем О У меня двое повышения Да А это что здоровье Получается Да их Да в натуре Так Сладненько Здесь вы видите Полный список Своих сотрудников Список можно Фильтровать по типу А щелкнув по пункту Списка вы можете Узнать Больше о конкретном Сотруднике Чтобы найти сотрудника С доступными очками навыков Ищите зеленый значок С цифрой Слева от имени сотрудника Чтобы просмотреть Подробную информацию Сотрудники Понятно Левую кнопочку Ну давай Ну давай Так Это подробная информация Сотрудники В верхней части Отображаются ключевые данные Сотрудника В нижней части Награды сотрудника Каждая из наград Дает определенный бонус Чтобы уточнить бонус Наведите курсор на награду Настало время поговорить О навыках И о том Как они влияют На эффективность сотрудников Так Здесь у нас имя Здесь у нас Набранный опыт До следующего ранга И зарплата Ага Вот 3000 До следующего ранга Зарплата 120 Здоровье Тип и ранг сотрудника Новичок Текущий ранг 3 Награды Наград пока не имеет Ладненько Вашим сотрудникам Доступно 6 следующих навыков Слева направо Отличненько Патрулирование Увеличивает влияние сотрудника На уровень безопасности При патрулировании И противоборстве С преступниками Криминалистика Хотя написано тут Сдерживание вообще-то Смотри Неправильно Вы мне тут перепишите Так Сдерживание Помогает бороться С беспорядками Понятно Здесь у нас что Тактика Применяется в особых ситуациях Например При захвате заложников Вот Теперь криминалистика Используется в работе На месте преступления Здесь Расследование Полезно при допросе Свидетелей А здесь у нас Внедрение Используется Агентами под прикрытием В общем Немножко неправильно Этот косяк С переводом Если новичок Накапливает Четыре очка Для любого навыка Этот навык Становится его Специализацией Специализацию Могут получить Только новички Один раз И безвозвратно Теперь пора Развить Любой из навыков Ну в принципе Я здесь вижу Навык у нас Только патрулированный То есть он будет У нас патрулем Да Патрульный Теперь У него получается Да Синий кис распоменялся Таким цветом У нас обозначаются Новички Давайте этого тоже Сразу повысим Окей Где наша тачка Так Открыть панель Со временем Приходится задействовать Все больше и больше людей Чтобы справиться С растущим потоком задач Вы можете нанимать Новых сотрудников Откройте панель персонала Нажав На выделенную кнопочку Окей Вот здесь у нас Нанимается Так Ага Есть сразу Куча новичков Смотри Есть навык Внедрения Да У двоих Причем хороший Но мне пока Предлагают на нее Только одного Самого верхнего Ну давайте Наймем Так Отличная работа Хорошо Так Ну если честно Я бы еще Кого-нибудь нанял бы Но С лучшим навыком Патрулирования Вот давай тебя Наймем Отличненько Так Так Не могу А То ли разрисовывают То ли что Какой-то баллончик Вообще-то Он что-то тут рушит Почтовый ящик Пожар устроил Ох Без всяких проблем Он даже Сопротивляющим стал О нет Одного из полицейских Ранили Нужна помощь В таких случаях Необходимо Отправить сотрудника Полиции В департамент Где его здоровье Постепенно Восстановится Если ранение Очень серьезное Полицейского Отправят в больницу После этого Должно пройти Какое-то время Прежде чем Он сможет вернуться К своим обязанностям Нажмите выделенную кнопку Департамента Чтобы перейти к нему Так Окей Понятно Давайте тогда отправим В департамент Окей Это ваш департамент В нерабочее время Ваши сотрудники И транспорт Размещается здесь У каждого типа Сотрудников Есть свое помещение Которое можно улучшать Но об этом позже Окей Позже Так позже Вот у нас Получается Наш раненый Ну-ка персонал Что-то ты какой-то Слабенький Со здоровьем Слушай дружище Давайте мы Наверное Сначала дождемся Когда он У нас поднимет Свое здоровье В машину Кстати Можно посадить Четверых полицейских Поэтому давайте Мы наверное Четверых туда И посадим Так А все уже Да Отличненько Выделяем Тогда всех Сажаем Машину Во И Патрулирование Так Далее Пока Все это Интересно Завораживает Классно Надеюсь Вам тоже Понравится Игра Даже Можно так сказать С сюжетом Очень чем-то Похоже на Висе Заполис Только здесь У нас машинки Катаются Так Еще одно Преступление Опять Беспорядки делают Еще Была бы Расшифровка Вот этих Вот Значков Пока Только Пишут Что это Нейтрализовать Подозреваемых И все И кстати Еще один Какой-то Минус Есть В том Плане Что Игра К сожалению Стается На паузу Есть Скорость Только увеличения А вот Паузы Нет А че Только один Че Одного Достаточно Было Все Патрулируй Дальше Че А мы Получили Еще одно Сообщение О преступлении И на этот раз Злоумышленники Уже Успели Уйти Однако У вас Еще есть Шанс Их Поймать Да Ага Когда Злоумышленники Покидают место Преступления Криминалистам Необходимо Обыскать его И собрать Улики Улики Сыграют Ключевое Значение В рамках Обвинения Выберите Выделенного Криминалиста И отправьте Его на место Преступления Окей Иди Тогда Расследуй Отлично Теперь Криминалист Работает И дело Сдвинулось С мертвой точки На это Указывает Зеленая Шкала Над Значками Преступления Окей То есть Пошло Дело Собирает Улики Все Собрал И куда пошел Наверное пошел В департамент Теперь Все возможные Улики Собраны А на месте Преступления Появляются Свидетели Отмеченные Значком Вопросительного Знака Разговаривать С ними Может любой Из ваших Сотрудников Однако Результат Беседы Зависит От навыка Расследования Лучше Показатели Которого У детективов Если Навык Сотрудника Слишком Низок Допрос Обернется Неудачей Снижая Шансы На Расскрытие Преступления Вот Детектив Давайте Допросим Так Сколько У нас Два Свидетеля Ну Давай Свидетель Происшествия Ваш детектив Или сотрудник С высоким Навыком Расследования Должны Допросить Свидетеля Понятно Все Ага Пошел Допрос Детектив Такой Фотография Вообще Пипец Прикольная Так Допросили С помощью Шифта Понятно Можно сразу Несколько Дать заданий Куда бежать У нас только Здесь остался Последний Свидетель Больше Тут Никого Не вижу Получается Искательный Свидетель Вот В этой Области Пунктир На Коричневой Линии Восхитительно Так Подожди У меня тут Преступление А вы Нашли Преступников И можете Арестовать Их Таков Один Из Возможных Исходов Успешного Расследования В некоторых Случаях Вам Поимки Преступников Бродящих Или Ездящих По округе Используйте Значки Дела Чтобы Перейти К преступникам Если Вы Их Потеряли Подсказка Фонд Цвет Значка Преступление Подскажет Вам Какого Сотрудника Лучше Выбрать Для Этого Дела Ну Это Понятно Синий Красный Коричневый Это Все Понятно Так Далее Поехали Так Вы Дальше Патрулируйте Нефиг Сидеть Без Дела Теперь Вы Готовы К большинству Преступлений С которыми Можете Столкнуться Еще Один Важный Аспект Игры Сюжетные Задания Это Особые События Требующие Вашего Престального Внимания Каждое Задание Открывается По достижению Определенной Цели Текущую Цель И прогресс По ней Можно узнать Наведя Указатель Мыши На кнопку Сюжетных Заданий Окей Так Подожди Преступление Нифига Тут толпа Что тут Выкрикивают Бунтует Похоже Вам Доступно Новое Сюжетное Задание Сюжетное Задание Это Особые Преступления Или Их Серии Двигающие Вперед Основной Сюжет Кроме Того С прохождением Сюжетных Заданий Открывается Новый Транспорт И Улучшение О как Статус Текущего Сюжетного Задания Или Прогресс В открытии Следующего Отображается Здесь В верхней Части Диалоговое Окно Для принятия Доступного Задания Открывается Этой Кнопкой Если Задание Активно С помощью Этой Кнопки Можно Перейти К Текущей Цели Так Обратите Внимание Что Нажав На Кнопку Вне Выполнения Задания Вы Откройте Доску Проследования Со Сводкой Прошедших Сюжетных Заданий Чтобы Принять Задание Откройте Сюжетную Панель И Нажмите Кнопку Ага Так Смит Доезжать И патрулировать Опять Чтоб Не сидели Без Дела Ну Давай Нажмем Миссия Первая Кровь И попкорн У нас 1А87 Нападение С применением Оружия Летального Действия У нас Убийство В кинотеатре Подозреваемые Сбежали Займитесь Этим Окей Как видите Теперь вам Доступно Место Преступления Для успешного Прохождения Сюжетного Задания Необходимо Расследовать Все Связанные Преступления Так Где оно У нас Появилось Вот здесь Да Так Нам Сюда Надо Получаться Отправить Криминалиста Где мой Департамент Так Чем больше У вас Сотрудников Тем больше Транспорта Им нужно Чтобы сохранять Мобильность Чтобы управлять Полицейским Транспортом Используйте Панель Транспорта Другие Так Здесь Доступна Подробная Информация Это понятно О патрульных Машинах Пока у нас Только Одна Имеется Так Здесь У нас Открыть Панель И Ага Так Купить Транспорт Большая Патрульная Машина Пока Что-то Отступно Только Все же Четыре Ну Давай Так Отлично Теперь Новый транспорт Стоит на парковке Департамента Готов к использованию Не забывайте Что транспорт Со свободными местами Для сотрудников Может ездить Только если Занят Если вы Оставите транспорт На улице Используя команду Вернуться в департамент Чтобы водитель Отвез его назад На парковку Чтобы завершить Этот этап Обучение Нажмите Далее Так Ну это все понятно Я иду В свой департамент Беру Детектива И криминалиста Сажаю их в тачку Так Это у нас будет Номер 2 И Отправляемся Тогда получается Сюда Расследовать А как их Отбрать машину То сюда Большая Патронная машина Control 2 Все правильно же О Так Сладненько Пока он На сюда едет Давайте я предлагаю Нам еще Нанять сотрудников Во первых Надо машину Еще одну купить Большую Я что-то не хочу Покупать Давайте вот Маленькую Возьмем Патрульную машину Отличненько Так Стоит И Нанять Новичков У кого Хороший навык Патрулирования Вот у тебя Хороший навык Патрулирования Тебя нанимаем И Ну давай Тогда получается Тебя Отлично Так Теперь Департамент Больше нет свободного места Чтобы увеличить его вместимость Нужно Улучшить помещение Сделать это можно На панели Департамента В нижнем Левом углу Экрана Так Ну давай Ага Комната Офицеров Ну давай Улучшим Вы обанкротитесь И вам потребуется Помощь мэра Но мэр Может и отказать Вы уверены Что хотите стать Банкротом Не-не-нет А где мои деньги Это вообще А Вот 760 У меня сейчас баланс А 2000 Да Ну и тебя нафиг Не хочу ничего делать Так Где мои копы Так Сажаем вас Машинки Машинка Это у нас номер Три будет Окей Так И Надо создать Тогда получается Еще один Маршрут Это у нас не то Вот он Так Предлагаю тогда Поехать вот по этому Маленькому райончику Потому что Что-то я смотрю У нас тут Проблемы с этим Значит В другую сторону Будет есть Машинка У нас Сюда 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 Моё У меня сейчас Нет денег Дружище Поэтому Подожди Где моя машинка Номер Три Алло Гараж Где моя машина Так Сюда 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 Новый патруль У нас по-моему Зелененький Во Патрулируй Отличненько Так Продолжаем Расследование Кстати говоря Ну-ка Ес Иди Вон Расследуй Ес Во Так Здесь нам надо Срочно Уже заняться Расследование Отлично Берем криминалиста И расследуй Во Пошло дело Одного Второго Арестовали Так Есть повышение Патрулирую дальше Так Где мой А Вот теперь Получаться Я не смогу Ничего сделать Пока не сделаю Повышение Это плохо Это плохо У меня Блин Денег нет Ну ладно Черт с ним Давай тогда Повысим Да Я готов Департамент Обанкротился В этот раз Мэр решил Помочь И перевести На ваш счет Немного денег Полученный денег 5000 Оставшийся Долг Один Окей Так Улучшили Помещение Все понятненько Где мои Патрульные О Значит У тебя Навык В патрулировании У тебя Навык Давайте Наверное Сделаем Криминалиста Одного А здесь Честно Я не знаю Нужен у меня Этот криминалист Давайте Пусть будет Пока Патрульный Так Еще и у Патрульных Есть навык Личненько Пока Все Так Криминалист Пока Работает Что у нас там На карте Происходит Все пока Трулируют Подожди А Я Главное Могу Выбрать Только Одну Машинку Так Это Не то Это Детектив Бездел У нас Стоит Не понял А где Моя Машинка Другая Какого Фига ЕС АБХСС Где-то у нас Находишь Это вообще Нет Тоже Патрулирует Только Я много Не понимаю По какому Маршруту Она Патрулирует Походу По большому Маршруту Ясненько Так Я предлагаю Переименовать Маршруты Да Блин Не дают Представляешь Так Номер Три О Руки вверх Вот и все Разговор Короткий У нас С вами Пандюганы Все Всех Арестовали Молодец Так Ну что Патрулируй Дальше Что-то криминалист Мы еле Работает Здесь Давай Быстрее Слышь Криминалист Что-то Долго Расследуешь Там Во Уже Ночь Настала Ночь Настала Мафия Просыпается Я не могу Выбрать Машинку Под номером Три Представляешь Ни номер Два Ни номер Три Не работает Только Номер Один Работает Вот и все Все остальное Не работает То есть Конечно Есть дохрена Еще багов Всяких Плохо Конечно Вроде как Игрушка Не такая уж Сложная Могли бы Уже Избавиться От этих всяких багов Ну почему-то Не сделали этого Может быть Какое-то будет Обновление Потом Со временем А так Пока Вот игрушка Интересная То есть Проводим Расследование Криминалистика Детективы Все классно Мы сейчас Тогда закончим С вами Первый сюжет На задание Надеюсь Он тут уже До конца Доделает Все Так Оба На Место Преступления Смотри Ты смотри Ничего себе Так Ладненько Подожди Сейчас мы здесь Закончим Надо Наверное Было Наоборот Мелкие Машинки Для Криминалистов Отдельно Для Деткивов Отдельно Мне кажется Мы успеем Ты тут еще Долго будешь Давай уже Быстрее Заканчивай Сколько тут уже Можно Разбираться Ну Красавчик Давай уже Да имей совесть Заканчивает он 99% Ты что 1% Ты 3 часа Что будешь Расследовать О Молодец Иди в тачку Так Свидетели Я вижу пока только Двоих Ага Троих Так Ну давай Детектив Детектив 1 2 3 Потом машину На другое место Преступление Надо будет 25 только Ааа Вот еще Один Ничего себе Все Заметил Так Сюда Сюда Потом машину Скрытый Такой парень Оказался Ну да ладно Зато мы Нашли его Сейчас Побыстренько Мы тут Допросим Потом Скорее всего У нас Отправимся Мы с вами Задержат Наверное Преступника Я так полагаю Значок По ножовщине Убийство Все Отличненько Да Значок Появился Соответственно Нам надо будет Туда выезжать Но Пробуй еще раз Ctrl 2 2 2 2 О Работает Так Давай Туда Выезжай Ну давайте Отправим Наверное Машинку Под номером 1 О И все Один удар Готов Арестовали Подозреваемым Удалось Сбежать Но наши Криминалисты Нашли Улики Которые Приведут Нас Прямо К ним Хорошая Работа Подожди Как Сбежать А мы Кого Поймали Ты Слышь Дружище Аарон Смит А это Кто Туда Был Вот Ты Блин Даешь Так Дела Дут Хорошо Доступно Сюжетное Задание Подожди Сюжетное Задание Так Патрулирование Гнездо Стервятника Расследование Убийства В кинотеатре Привело Нас В некое Место Возможно Это Притон Будьте Там Осторожны 417 Мужчина С татуировкой В виде Змеи Возможно Вооружен Окей Доступен Новый Транспорт Машина Криминалистов Это Если Я Выполню Это задание Да Получается Так Отличненько Так У нас Расследует Криминалист Будет доступна Машина Криминалистов Да У меня Счетное Преступление Блин Где Моя Другая Машинка Контрол Три О Фигово Это Получается Мистер Крофт Это Смит Пусть мы Не смогли Представить Преступление Нужно Смотреть Место Преступления Арестуйте Подозреваемых Они могут Привезти Вас К Тони Вероне Окей Мы арестовали Подозреваемых И нашли Улики По убийству В кинотеатре Главный Подозреваемый Смылся И сейчас В бегах Ага Доступен Новый Транспорт Это все Замечательно Так Где ты у нас Слышь Контрол Три Работает Во Отлично Но Слабовато Здесь у нас Получается Во На задержание Поехали Молодцы Так Что у нас Здесь Нанять Как минимум Двух Криминалистов Это мы Наймем Опять Что-то там Выкрикивают Машина Криминалистов Да Смотри Машина Криминалистов Отличненько Я Думаю Нам Стоит Ее Нанять Отличненько Так Это экран Ежедневных Отчетов Появляющихся Раз в день По нему Вы сможете Отслеживать Результаты Последних 24 часов Окей Так Ваш Светат Также Оценивается Городским Советом Чем они Лучше Тем больше Финансирования Вы получите Что вы продолжите Нажмите Далее Так Ну это у нас Отображается Ваша Повседневная Деятельность Это ваше Сегодняшнее Действие Что мы сделали Здесь у нас Расход Вернее Там приход Здесь расход Наконец В правой части Экрана Указаны Районы Окей Так Не забудьте Что проверять Баланс В окне Финансов Вы можете В любой момент Это все Понятно Так Стачку Отправляем На патрулирование Окей С этим Все Понятно Все Классно Интересно Тогда мы Сейчас Здесь Закончим Расследование Да С вами Отправим Криминалистов Обратно На базу Мы им Купили Новую машинку Тогда мы Их Просто Сюда Пересадим У нас Здесь Плюс Один К криминалистике Это Очень Интересно И это Классно Я считаю А нам Кстати Надо будет Нанять Еще одного Криминалиста Вот Это Не забыть Не забыть Давайте поищем Кстати Поищем Повышение Надо Кстати Сделать Что-то Я тут Совсем Забыл Так А что Два Очка Ничего Себе Вот Давай Криминалист Наймем Сюда Здорово Так Тебя Сюда Тебя Сюда Так Доступно Еще одно Сюжетное Задание Но Детектив Надо Опросить Свидетели Значит Раз Два Три Четыре Вроде Все И машина Тебя тоже Машину Мы тебя Потом Пересадим Во Справятся у нас Дружище Сюда Этот Пока Опрашивает У нас Кстати Здесь Находится Криминалист Надо Будет Его Пересадить Повышение Есть Отлично Так И надо Нанять Новичка Какого Ничего Патрулирования Во Хорош Отличненько Сиди Пока Там Сейчас Эти Поймают Здесь Так А вот Другой Исход Успешного Завершения Расследования Как мы уже Упоминали Поступники Могут По-прежнему Находиться В выделенной Зоне Чтобы Поймать Их Них Пойдем Сначала Установить Их Личности Для этого Создать Маршруты Пеших Патрулей По Руину Для Ручной Проверки Документов Так Это Все Понятно Это Мы Потом Займемся В Департамент Так Где наш Детектив То Ну в принципе Здесь у нас Все Отправляем тебя Тогда В департамент Ну в принципе Все Отличненько Мне Все Нравится Надеюсь Вам Тоже Понравилось Прохождение Так Что Не забывайте Писать Свои Комментарии Ставить Лайки Ну а на Сегодня Все Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Пишите Комментарии Вступайте В группу Вконтакте Все Ссылочки Под Видео С вами Базар Бабай Спасибо За Просмотр Увидимся В следующих Прохождения Всем Пока